Здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня я познакомлю вас с еще одним сравнительно новым для нас видом массажа. Хотя это массаж древний, массаж видом массажа пришел к нам из Южной Америки. Так лечили, до сих пор лечат индейцы, древние индейцы, инки, ацеки. Их врачеватели, их колдуны лечили своих пациентов. Это массаж бамбуковыми палочками или бамбуковыми вениками. И сейчас это достаточно модная процедура стала, но применяется она везде, как массаж такой оздоровительный, расслабляющий для подъема настроения, для отдыха, для кайфа. Мы используем это немножечко с другими целями, а именно с целями лечебными. Значит, что можно лечить и почему вдруг этот массаж стал способен оказывать врачевательное движение? Все зависит от того, с каким маслом мы используем, какое масло мы используем в этой технике. Дело все в том, что разные масла оказывают разный лечебный эффект. И я могу напомнить вам, что в нашем сайте среди моих лекций есть лекция о ароматерапии, то есть о применении различных масел при различных заболеваниях и болезненных состояниях. Там это все подробно оговорено. Ну, вот используя бамбуковые палочки, мы можем хорошо лечить, скажем, с помощью масла цитрусовых, лимон, апельсин. Можем лечить состояние страха, тревоги. Допустим, применение масла лаванды – это состояние депрессии. При мышечных травмах, скажем, вывихах, растяжениях, ушибах очень хорошо используется массаж палочками вместе с маслом арники. Вот. Ну, можно использовать при патологии мышечной, скажем, которая связана с болезнью позвоночника или каких-то защемлениях нервов, масло имбиря, масло чайного дерева. Ну, и вот сегодня я вам покажу технику этого массажа с применением масла имбирного, вот, потому что в данном случае мы используем его как средство повышения иммунитета при каких-то состояниях, скажем, эпидемическом периоде, при переохлаждении человека. Для того, чтобы стимулировать его иммунитет, будет возникать вопрос, можно ли применять у детей. В принципе, можно, если ребенок, ну, вот вы видите, как это делал, в состоянии выдержать это. Вот. Нет ограничений, в принципе, по возрасту. Вот. Ну, а у детей более старших, конечно, да, можно использовать по полной программе. Там нет ограничений. Единственное, в чем я хочу вас немножко предостеречь, это применение этого массажа для беременных женщин, особенно с второй половиной беременности, потому что воздействие бамбуков, включая какие-то масла, само по себе является моментом расслабляющим и может вызвать нежелательные последствия в плане вот тонуса мышц матки и родовых путей. Поэтому не надо экспериментировать, не надо этого делать. Как правильно использовать в лечебных целях технику массажа бамбуковыми палочками или бамбуковыми вениками? Особенность заключается в том, что масло, которое мы используем, должно быть подогретое. Оно должно быть прогрето до температуры где-то 55-60 градусов. Это можно быть водяная баня. Вот вы видите в данном случае у нас имбирное масло. В водяной бане она нагрета до 60 градусов. Можно взять несколько ложек этого масла и нагреть в микроволновке до соответствующей температуры. В ложечке, пожалуйста, это не имеет значения. Способ нагревания имеет значение температура. Значит, дальше мы берем горячее масло и делаем согревающий массаж на теле человека. Это достаточно приятно, потому что масло горячее. Его должно быть... То есть вся поверхность, которая используется, это не один участок, как мы практиковали в медовом массаже. Это может быть все тело. Это может быть даже там ноги. Но в данном случае мы в руки снимать не будем. Вот. Но обычно вот это хорошо проходить по всему телу. Вот. Так что, если вы захотите попробовать у себя дома. Вот. И масла довольно достаточно много. И я его втираю. То есть не просто намазываю. Я его делаю согревающие движения. Вот. И после того, как масло уже... Тело прогреется и масло впитается, нам можно его оставить. Вот. И дальше непосредственно сама процедура. Устроена... Есть ручка. Вот такие... Эти самые... Такие веники можно заказать в Алиэкспресс. Это не проблема. Они достаточно дешевые. Они достаточно быстро приходят. Вот. И дальше мы осуществляем очень быстрое движение. Сейчас я вам покажу сначала. Да. Движение идет кистью. Не надо махать. Движение идет кистью. Вот. Верхний третий мы работаем. И работаем по всему телу. Увеличивая скорость движения. Рука устает. Мы можем ее менять. Движения должны быть быстрые, сильные и резкие. Как в бане. Вот. Кто парил кого-то в бане, обратите внимание, на цвет, да, тело моментально краснеет, причем краснеет по местам меридианов, то есть биологически активных точек. Соответственно, мы говорим о массаже, который является частью восточного массажа, частью точного массажа. И дальше, вот, как говорится, сколько хватит сил. Смотрите, да, кожа резко краснеет. Причем, да, пациент у нас не кричит, не орет. Если он захочет, может сказать, что он там чувствует. И вот несколько минут, где-то 10-15 минут, сколько хватит силы, мы можем делать. Это достаточно... Идет касание не кончиками, а всей поверхности. Верхний, верхний третий в основном. Но не кончиками. Не-не-не-не-не-не-не-не. Здесь вот, вот идет. Вот видите, он распрямляется и получается действительно как веник. Иногда можно это делать двумя руками, если тяжело. Смотрите, вот, приток крови, да, можем пройтись по рукам. Это можно делать по всему телу, нет противопоказаний. И в конце мы все-таки с помощью рук восстанавливаем кровоток. Обратите внимание. Какие поддыши здесь? Ну, нелегкая процедура для массажиста. Обратите внимание, что, видите, полосы идут вот этой зоной. Кто помнит, а кто смотрел массаж гуаша, помнит, что, да, вот полосы выстраиваются точно по этим линиям. То есть это линии биологически активных точек. Поэтому эффект мы здесь получаем и чисто оздоровительный, и чисто лечебный. Вот такая техника массажа, с которой вы познакомились. Если пациент у нас хочет что-то изобразить, как он себя чувствует, вот он может это сказать, так сказать, вот там, по ощущениям. И такую технику можно делать довольно часто, где-то 3-4 раза в неделю. Не надо делать это каждый день. Кожа должна немножечко остыть, кожа должна немножечко успокоиться. Вот, и лимфатическая кровеносная система тоже. Но такие процедуры можно использовать, и, как бы, вот, можете лечиться и таким интересным видом массажа. На этом мы с вами заканчиваем наш сеанс, прощаемся. И надеемся в ближайшее время порадовать вас какими-то новыми видами массажа, лечения, чтобы вам с нами было интересно. До новых встреч. До свидания. Будьте здоровы.